земля прощает добрый путь да давайте посмотрим что происходит в бане в женский день а у нас тут бабсовет да оля не оставит душа в рай мы выехали из дома 11 июня примерно в 10 часов вечера задача добраться до чутки собрать катамараны к приезду основной группы вместо для старта мы выбрали не совсем традиционно в начале деревни а что же в это время творилось в более традиционных местах стартов это традиционное место старта у памятника народного единства народу пруд пруди и погоди все-таки это да я я сначала еще видео сейчас давайте паше привет передадим паша привет паша ну а когда я ему это покажу вот вообще вдвойне да я вижу вашу переписку только про часовую что-то вы так молча 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 да на видео причем ладно очень передавайте привет всем 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 а футболочка мне твоя нравится снимай а это новое место старта у камня красного ниже по течению от устья межевой утки здесь как видно тоже тесно мы собираемся в гордом одиночестве ура устали на воду наша команда это сборная в количестве 34 человек в возрасте от пяти лет и старше это дети и их родители веселая и шаботная команда в первый день мы от старта прошли до места дневки и встали напротив камня дыроватый пройдя 18 километров и поскольку все нормальные стоянки оказались заняты мы сделали свою стоянку прямо на берегу реки часовой страна швамбранья пошла торпедую в борт все мелочь сплавили так мы дошли до дыроватого следующий день мы целиком посвятили себя экскурсионной программе сходили в грот али-бабы посмотрели со стороны на пещеру скалолазов и послушали про нее легенды совершили на камень дыроватый восхождение и конечно же забрались в пещеру туристов и и Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 да иногда и так бывает ребята мы дошли до деревни усть серебрянки вот такое вот у хозяйства шоколадку далее ребенку этот магазин местный пойдете покажем к еще интересного уважаемые знатоки деревне серебрянки непонятный слиток не слиток кусок явно металла он тяжелый и на нем как он выглядит со всех сторон потому потом обсудим 9 на форме со всех сторон на нем ну собственно это не готовое изделие это какой-то больше похоже на шлам наш лак может похоже на агломерат обогащенной руды на нем вроде бы даже что то есть похоже на клеймо то ли к 0 н вот такой вот интересная находочка это когда нашли далеко горят уже нашли ну вот в общем нашли ну видно разрушается камешки шевелятся кусочки откалываются но то что это металл это факт хоть металл а что с ним подошло не знаю клейму ли это вообще но возить чушки на барках это было дорого такие в таком виде а еще усть серебрянка нас порадовала музеем под открытым небом и настоящими артефактами это настоящий лот с помощью которого тормозили барки устройство для лучения рыбы остроги и другие изделия из металла поднятые из часовой это наверное удивительно но за сегодняшний день мы смогли дойти от камня столбы до камня печка а это ровно тридцать километров по обмелевший часовой и с частым встречным ветром вот они восходители на великан наши как дела у вас ребятки мы пока хоум видео ну хоум форест утром 16 июня мы позавтракав ушли на восхождение на камень великан самый высокий камень на реке часовой 120 метров от уреза воды какая сверху красота словами не передать практически весь мир у вас под ногами не знаю да вы чё ладно будем знать после камня великан мы дошли до знакового исторического места маршрута поселка кын здесь мы смотрели исторические объекты старую пристань увеличенную копию лота памятник виде бляшки выполнены пермском зверином стиле здание первого в россии кооператива и старую церковь которую сейчас восстанавливают ну и конечно же посетили магазин у нас пилинг не мешайте не мешайте чё за пилинг у нас рыбки не мешают покажи своим физиономия покажи своим физиономия давайте посмотрим что происходит в бане в женский день тук-тук я друг что это марина я думаю это какое-то сокровище у нас вот это да вообще меня только что взорвало вот и подошел наш сплав к своему логическому концу мы провели успешно карнавальную ночь и можно подвести итоги по часовой пройдено 85 километров в походе прожито шесть самых лучших дней мы мерзли под дождем и сгорали под солнцем вкусно кушали и всегда было что попить познакомились с историей часовой и нашего родного края а еще мы действительно стали командой которую сложно напугать трудностями похода и и и и Субтитры создавал DimaTorzok